Диета Самое частое, что говорят женщины, так это я толстая. И это какая-то мания. 90% женщин хотя бы раз в жизни сидели на диете. Поэтому эта тема очень актуальна. Диета быть или не быть? Вот о чем мы поговорим в нашей программе «О чем говорят женщины». И сегодня со мной в студии Маша и Алла. Привет, девчонки! Привет! Ну что, вы-то хоть когда-нибудь в жизни задумывались о том, что вы хотели бы чего-нибудь в себе изменить? Да. Мне кажется, вообще в большинстве женщины, ей что-то постоянно не нравится, девушка, женщина. И она всегда задумывается, что вот это бы хотелось бы по-другому, чтобы было. Но это не только касается фигуры, да? Это может еще чего-то касаться? Да, там нос, не знаю, ресницы подлиннее. Чаще всего женщины либо поправляются, либо худеют. Нет таких женщин, которые... Нет, есть, конечно, возможно, но... Чаще всего женщины либо худеют, либо поправляются. Процент женщин, которых все в себе устраивает, мне кажется, настолько мал, что мы их встречаем очень редко в своей жизни, да? Даже если они, например, если говорить о весе, пусть у них вес будет стабильный, но все равно им может что-то в себе не нравится. То есть и они будут всегда пытаться себя как-то раскритиковать, да? Посмотрят в зеркало, скажут, что-то вот тут вот не так, да? Можно было бы подправить. Это как картинка, да, такая, что женщина смотрит на себя в зеркало, да? Она такая худенькая и кажется, что она намного шире. А мужчина смотрит на себя довольно широкий, а вот он себя видит на мой рост. Красивый, да? Мне кажется, это действительно какая-то болезнь женская. Я лично с ней борюсь постоянно. В мозгу проблема. Да, то есть проблема какая-то вот в мозгах, да, действительно, вот в собственном ощущении себя. Потому что очень часто там тебе могут, ты хорошо выглядишь там, или вот там красивая прическа, лицо или фигура. А если тебе не нравится, то там хоть и полмира пусть будут говорить о том, что ты красивая, а тебя это не устраивает. А тебе хочется самой что-то в себе изменить, чтобы, ну, как бы для себя чувствовать себя уверенной. И комфортно. Ну, вот в чём самая большая проблема? В конечном итоге, откуда у нас такие мысли? Может быть, у нас действительно, может быть, мы действительно такие и есть, вот такие вот в зеркале? Ну, возможно, нам не хватает уверенности, да? Как бы люди разные, фигура тоже у всех разная. Поэтому в какой-то мере, может быть, на самом деле девушка вроде хорошо выглядит, а она считает, что не очень. Может быть, правда, ей не хватает уверенности в себе. Мне кажется, да, очень большие бывают проблемы с самооценкой, да? То есть, что бы мы ни поменяли в конечном, в итоге в себе, да? Мы всё равно найдём, к чему придраться, да? Желание нравится другим людям. То есть, мне кажется, всё к этому, это тоже способствует тому, чтобы что-то менять. Соответствовать моде, соответствовать шаблонам, вот эти вот модели, которые худые. А мода меняется, да? Ну да. Жертвы остаются. Мода меняется. То есть, как бы, мода какая раньше была? Какие женщины раньше были в моде? Я вспоминаю истории, когда рассказывали, что женщины одевали много юбок, чтобы быть видной невестой, чтобы это означало, что она очень много может работать, пахать и хорошей хозяйкой будет. Детей родить у нас может, да? Да, и родителей сможет родить. Да, или там при дворе, чтобы была белая кожа, чтобы там не солнышко, чтобы на локти не опираться, чтобы кожа на локтях была там нежная. Да. В тех странах, где еда является дефицитом, там и сейчас ценятся полные невесты, потому что это признак здоровья, работоспособности высокая и надёжность. Иногда мы в погоне за вот этой модой, как бы, ну, это, ну, мода просто сейчас она такая, да? Мы гонимся за теми какими-то, да, идеалами, которыми мы на самом деле не можем быть, да? Если у меня рост 157, ну, я не могу быть модельной внешностью, а мне не может быть 180 рост, как бы там я ни старалась, да? Ну, все с помощью операции, конечно, это тоже можно исправить. Спасибо, что вы мне посоветовали. Было время, когда я, наоборот, стеснялась своего роста, и находясь по порядку на физкультуре, мне всегда хотелось быть где-то подальше, чем первых. А сейчас как раз я хорошо, наоборот. То есть немножко применяется время, даже мы на себя смотрим немножко по-другому, да? Да. И было время, когда мне, наоборот, хотелось очень поправиться и выглядеть пополнее. У меня есть знакомая, которая рассказывала, что, ну, не так давно, то есть лет, допустим, 30 назад она была очень, как бы, худенькой, ей это очень сильно не нравилось, и мальчики над ней смеялись, что она вот такая худенькая, и как бы… Да, бывало и такое. Да, и она старалась есть жареную картошку для того, чтобы поправиться. А сейчас, говорит, как я могла так делать? Вот и вами диета, ешь побольше, чтобы понравиться. Да, 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 да. Но бывают же реальные проблемы? Бывают же реальные проблемы? Да, порой у людей, на самом деле, есть какие-то склонности, например, к полноте, или проблемы со здоровьем, то есть это способствует какому-то пополнению, к полноте. Поэтому, на самом деле, людям приходится продерживаться какой-то диеты ради здоровья, например. Порой, как бы, на самом деле, это вот в мозгу, да, что девушка смотрит на себя, и вот ей надо что-то изменить, она резко садится на какую-то диету, которая какое-то время на ней помогает, а потом ни к чему она хорошему не приводит. Либо обратно вес набирает, либо проблемы с желудком происходят. Проблемы со здоровьем могут возникнуть. Со здоровьем, да. Нехватки достаточного количества питательных веществ. Бывает такое. Давайте сейчас послушаем эксперта и потом продолжим. Каковы причины набора лишнего веса? В первую очередь, это наследственная предрасположенность. Если ваши родственники обладатели пышных форм, то нужно как можно раньше обратить внимание на свою фигуру, так как предотвратить проще, чем потом справиться с проблемой. Существует ряд медицинских причин набора веса, таких как гормональные нарушения в организме, нарушение обмена веществ, а также сахарный диабет и многие другие заболевания. Здесь потребуется консультация врача и лечение уже конкретно имеющегося заболевания. Еще одной причиной лишнего веса являются некоторые химические препараты и лекарства, а также беременность может способствовать набору лишнего веса. Еще одной причиной является гиподинамия, недостаток физической нагрузки. А отсюда и дисбаланс количества употребляемых и расходуемых калорий. Переедание. Здесь виной всему психологические причины, такие как стресс, потеря смысла жизни, возрастной кризис и другие эмоциональные состояния. Одной из причин переедания является пищевая привычка, которая сформировалась в глубоком детстве благодаря заботе наших близких. Часто родители, не зная о том, из-за чего ребенок кричит долгое время, чтобы как-то его успокоить, дают ему еду. И ребенок на время действительно успокаивается. Такие ситуации повторяются. Таким образом формируется пищевая модель поведения. И в будущем, когда он будет расстроен, для успокоения на время будет использовать еду. Позже будут другие проблемы и жизненные трудности, но способом регуляции и внутреннего комфорта всегда останется еда. Так работает память из детства. И пока вы не поменяете подобную модель поведения, вы каждый раз, сталкиваясь с трудностями, можете наращивать лишние килограммы. В каждом конкретном случае надо разбираться, какая у вас проблема. За помощью стоит обращаться к специалисту. Как много причин для того, чтобы набрать вес. Первое, второе, переедание, недостаток физической нагрузки, детские какие-то проблемы на психологическом. Я никогда бы не подумала, как сказал психолог насчет еды, что с детства привычка заедать. Очень часто женщины заедают свой стресс сладким и еще какой-то едой. Можно сказать своей маме, вот это ты меня испортила. Да, только нервная ситуация. Некоторые люди начинают есть все подряд. Мести, не обращая внимания. А некоторые люди, допустим, такие, как я, наоборот, в стрессовых ситуациях ничего в рот не берут. Я не могу есть, и когда у меня наступает время сессии, я наоборот переживаю, что я сейчас потеряю 5 килограмм за месяц. И наоборот, вот, каждый переживает по-разному. Мне кажется, каждый человек, да, ему что-то свойственно свое, да. Люди, которые склонны к полноте, они начинают есть. Они больше набирают, да, те, которые склонны к худобе. Да, то есть они наоборот теряют, да, потому что это такая критическая, да, такая, так скажем, масса, да, критический такой момент, в который момент, в который вот может такое вот произойти, да. Так все-таки, вот, причин для набора веса у нас много. А что же мы можем сделать для того, чтобы все-таки этот вес потерять? Или, ну, как бы нам нужно что-то с этим сделать, как-то себя менять? Или не стоит? Или, может быть, нам стоит остаться такими, какие мы есть? Нет, мне кажется, стоит, потому что девушке все равно же хочется себе нравиться. Просто чтобы это не уходило так в крайности, потому что порой, ну, всякие передачи, да, про анорексию, когда девушке что-то не нравится, это до такой степени доходит, что просто там остаются кожи и кости, и смотреть на это дело страшно. Но ей все равно что-то не нравится, да? Но при этом, да, что-то не нравится. Я вообще плохо очень отношусь к диетам, потому что мне кажется, что человек в этот момент не получает достаточное количество полезных веществ, он себе изнуряет. Те, кто сидят на диете, становятся иногда даже раздражительными, иногда даже злыми. Потому что от еды мы испытываем удовольствие, и это ограничивает наш уровень жизни. Поэтому пищевое поведение должно быть правильным. И я склоняюсь к тому, что нужно больше заниматься спортом. Потому что в этот момент занятий спортом сжигаются калории. Многим девушкам. Калорий становится, может быть, даже ты будешь пышкой, но ты будешь подтянутая, весёлая, жизнерадостная. И это будет лучше, чем... Вот насчёт жизнерадостности я согласна. Я со школы не любила бегать. Для меня это был просто стресс какой-то. А потом в какой-то момент, когда уже закончила школу, участие в институте, мне на самом деле захотелось бегать. Я по утрам стала бегать. И на самом деле прям вот движение жизни, эмоциональное состояние намного больше. То есть ты с какой-то радостью приходишь. У меня даже спрашивают, очень хорошее случилось, я просто побегала. Но смотрите, просто мне кажется, многим девушкам кажется, что диета – это вариант попроще. Тебе не нужно никуда выходить. Ты вроде как только себя ограничиваешь в чём-то. И это вот... Тем более сейчас столько информации по поводу похудеть. Ты заходишь в интернет, там невероятное количество советов. Просто сейчас смотрю, какая диета. Порой на самом деле это какое-то разовое. То есть девушкам очень хочется вот прям сью секунду раз и всё. Какого-то события, да, допустим. И диеты, многие, они как раз именно к этому и помогают, что хоп, сразу там 5 килограмм или сколько-то нужно, нет. А потом это может вернуться в ещё большей форме или проблемы также быть со здоровьем. Я слышала, что 34% женщин не то, что возвращаются обратно к такому же весу, как я была, а ещё набирают больше после выхода из диет. И пытаются запастись, потому что вдруг произойдёт ещё одна стрессовая такая ситуация, когда мне не дадут есть. Мне нужно запастись и на будущее. И он набирает, да, и тогда, конечно, женщина чувствует себя ещё хуже, да, чем до этого была. И может быть, садится ещё на более жёсткую диету. Ну, мы как-то с подружкой сидели несколько дней на воде и рисе, и как бы несколько килограмм ушло. Но там через какое-то время, у меня там где-то через полгода, они вернулись. И как бы толку от этого никакого. А почему вы так мало просидели на этой диете? Не выдержали. Это тяжело, да, мне кажется? Потому что она совсем была, там была рис и вода, как бы на ней особо не прокормишься, поэтому долго не просидишь. Тяжеловато, да. А вот если бы, ну, например, какие-то принципы здорового образа жизни, правильное питание. То есть правильное питание в своём роде тоже какая-то диета. То есть ты ешь определённые продукты, не ешь их в определённом количестве, или не ешь после шести, или, как говорят, за четыре часа до сна. То есть это уже, как сказать, способ жизни. То есть это ты в течение всей жизни стараешься делать. Это не разовая какая-то такая, когда ты вот там неделю продержался или месяц и всё. То есть это принцип жизни, который ты стараешься поддерживать там в течение всей жизни. То есть когда диета является принципом жизни, это, наверное, полиэтральный подход. Да, ну такая правильная такая диета, да, которая не лишает тебя каких-то… Да, я бы не было стерлесовых ситуаций, вот хочу сегодня влезть в это платье, ну или завтра, поэтому нужно вот сейчас. Хорошо, давайте сейчас послушаем мнение служителей церкви и продолжим. Диета – это совокупность правил употребления пищи человеком. Диеты в различных культурах могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. Как мы видим из этого утверждения, понятие диеты очень относительно. При этом в первоначальном смысле этого слова отражена идея культуры питания, но не искусственных ограничений. Создав человека, Бог и эту сторону повседневной жизни осветил знанием. В книге Бытие записано. «И Бог сказал, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, такая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И так было на протяжении долгого времени, но с развитием технологий в сфере производства продуктов питания все изменилось. В 1980 году число людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем в два раза, и это стало началом всемирной эпидемии ожирения. В это же время, через средства массовой информации, навязывая определенные стандарты внешности, тут же предлагают коммерческие способы достижения предложенных идеалов. В такой ситуации диета кажется единственным доступным методом сброса лишних килограммов. Но прежде всего, важно ответить себе самому на вопрос. Для чего мне это нужно? Является ли это решение моим выбором? И сделан ли этот выбор на основании моих отношений с Богом? Если говорить о диете, как о процессе жизни человека, то важно понимать, что нужно не жесткие ограничения, а рассудительная сдержанность. Все очень верно сказано, да? Нужно иметь меру во всем, и на самом деле лучше диете предпочесть именно хорошее и правильное питание, да? И спорт. Да, и спорт. Ну вот иногда у нас, мне кажется, очень тяжело перейти на правильное питание, если мы привыкли есть там шоколадки, чипсы, еще что-то там, как бы фастфуд какой-то. Вообще эта еда нам кажется невкусной и неприятной даже. Мне кажется, тут важно приготовление еды, потому что вот там я не любитель каш, и очень редко их ем, но когда-то меня очень вкусно накормили каши, просто как бы ее приготовив там с сухофруктами, даже без сахара, но мне было вкусно. То есть именно подача еды, потому что мы порой заставляем себя что-то есть, хотя нам это не нравится, но мы думаем, что это, ну как бы мы понимаем, что это полезно. Но как бы радости от еды мы не получаем, поэтому если бы приготовить ее как-то правильно и вкусно, пролезанные продукты, то их с удовольствием будешь есть. Мне кажется, очень важно именно с детства детей приучить вот есть правильную еду и полезную. Конечно, есть дети, которые не едят помидоры, допустим, или хурму. Много продуктов, которые вообще просто не показывайте, но в любом случае есть другие полезные продукты. И если с детства привить правильные склонности и правильные вкусы, то, может быть, и во взрослой жизни уже будет меньше проблем с этим. Ты что-то такое говорила, да, что у тебя в семье как-то так было. Да, в моей семье вот все каши, которые варила мама каждое утро, я с удовольствием всегда ела. И сейчас ничего не изменилось, я продолжаю есть каши. Это правильное питание сказывается на твоем здоровье? Да. То есть без проблем, для тебя нет проблемы пережить как-нибудь день без шоколадки и всего этого, да? Да, вот в том-то и дело, что мне больше хочется съесть яблоко, виноград, что-нибудь из фруктов, ореха, чем съесть что-нибудь вредное вроде сухариков и чипсов. То есть ты здоровая, да? Мне повезло, что мне вовремя привили все это, и у меня сейчас нет таких проблем, как бы удержаться, чтобы не съесть. Если с детства не привили, то надо в себе вырабатывать привычку, потому что чувство меры должно быть. Потому что у меня бывало так, что я могла съесть за день, заразно, не за день, за один раз целую плитку шоколада, но ничего полезного в этом нет. И каждый день так питаться, на несколько курсов каждый день я так на учёбе ела. Но для здоровья в этом нет ничего полезного, поэтому должно быть в еде чувство меры. Какие-то ритмы, да, можно сбить. И это надо в себе вырабатывать. То есть если это не привито с детства, это тяжело, потому что особенно мне, как любителю сладкого, очень тяжело. Но тем не менее нужно себя перебарывать. Ну потому что это залог будущего здоровья, да. Если мы сейчас молодые, и у нас сейчас, в принципе, единственное, что нас волнует, так это наша внешность, да, то в будущем мы понимаем, что мы столкнёмся с более серьёзными проблемами именно здоровья. И если мы сейчас в молодости не заложим в себя стремление к здоровому питанию, то и в будущем у нас могут быть очень большие с этим проблемы, правильно? Потому что в дальнейшем, если говорить о людей, которые страдают ожирением, проблемы уже в возрасте, это дыхание, то есть проблемы с дыханием, там, тяжело ходить, ещё какие-то, ну, на организм очень влияет это. Кстати, где-то слышала, что если держать себя, то есть, как бы контролировать как-то своё питание, правильно питаться до 35 лет, то, в принципе, тот вес, который ты до 35 лет себе заложишь, то он дальше будет примерно таким же. И это уже вводит в привычку, это будет проще этого придерживаться. А если ты, как бы, ну, не будешь это контролировать, то через какое-то время просто уже не сможешь ничего с этим сделать. Хорошо, по-моему, уже много чего обсудили, надеюсь, что это было полезно. Итак, чтобы быть красивой и чтобы твоё отражение тебе всегда нравилось в зеркале, не нужно всегда изматывать себя очень серьёзными диетами. Изначально нужно просто себя полюбить такой, какая ты есть сейчас. И только тогда уже можно задумываться о каких-то изменениях в твоей жизни. Вы прекрасны, независимо от того, какая у вас талия и нос. С вами была программа «О чём говорят женщины». До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok